О противостоянии правоохранительных органов и собственников Турлатовской свалки уже можно слагать легенды. Одни только природоохранные прокуроры бьются над закрытием помойки уже больше 10 лет. В 2014 году на Турлатовском полигоне разместили отходы нефтепродуктов, в 2016-2017 концентрированную серную кислоту. Об этом сейчас следствие говорит вполне открыто. Хозяев штрафовали, полигон закрывали через суд, но он все равно продолжал работать. Хотя экологическая экспертиза и показала, что вещества нанесли существенный вред окружающей среде из-за загрязнения почвы нефтепродуктами до высокого уровня. Очередное уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 247 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе следствия установлено, что в сооружениях в районе Турлатова города Рязани, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов и территориальную схему в области обращения с отходами, на настоящий момент находится более 300 тысяч тонн отходов различных классов опасности и отходы продолжают завозиться. В районе влияния шлама накопителей от стойника нейтрализатора складывается неблагоприятная экологическая обстановка, создающая угрозу причинению существенного вреда окружающей среде и здоровью человека. На имущество собственников этих сооружений наложен арест. Пользоваться и как-то распоряжаться объектами также запрещено. То есть никакого приема, размещения и хранения опасных отходов специально разъяснили в суде. Однако за больше чем 15-летнюю историю существования свалки сменилось уже 16 собственников и она работает до сих пор. Но в этот раз глава региона Павел Малков четко заявил, дело обязательно доведем до конца. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы свалку опасных отходов снова открыли. Будем добиваться закрытия полигона в Турлатове с исключением любой возможности возобновления работы. И на нашей памяти это первый губернатор, который вступил в схватку с мусорными королями. Так сказать, с открытым забралом.